В Тверской области планируется создать Центр компетенции по экономике малых городов и исторических поселений. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства. Что это за центры и как они помогут городам Верхневолжья, рассказывает наш корреспондент. Центр компетенции по экономике малых городов и исторических поселений появится в Тверской области уже в этом году. Первыми муниципальными образованиями, за чей внешний облик возьмется новая структура, будут Торопецкий и Калязинский районы, а также Кашинский городской округ. Далее центры охватят Вышневолосские и Весегонские округи, город Кимры, Лесной, Зубцовский и Жарковский районы. Эти центры смогут обмениваться опытом более динамично, более гибко подходить к вопросам подготовки и развития документов по планированию муниципальных образований. В центрах компетенции будут трудиться специалисты по архитектуре, урбанистике и реновации городских пространств. В их задачи войдет разработка проектов и реконструкция общественных мест, обучение управленческих команд, навыкам социального проектирования и экономического моделирования. Одним словом, их задача это комплексное развитие малых городов. В Тверской области имеем очень большое наследство историческое, надо использовать потенциал, который у нас есть. И мы хотели бы, чтобы эти организации помогали муниципальным образованиям, главам, местным, муниципальным чиновникам готовить документы и участвовать в федеральных и региональных проектах, которые бы давали новый этап и новый толчок для развития инфраструктуры наших малых городов. Первыми помощь центра опробовали на себе Торжок, Удомля, Бежеск, Осташков и Нелидова. Специалисты создали им план работ для Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. По итогам отбора одним из победителей стал город Конаково. Его проект реконструкции городского парка подразумевает создание семи зон, среди которых событий на развлекательной, спортивной и семейной территории зона барбекю. Также в планах обустройство трех пляжей – семейного, рекреационного и событийного. Парк включает в себя современные архитектурные решения, выполненные в стиле футуризма и советской классики. Здесь предусмотрены кафе, пирс и даже храм-часовня. Финалистом стала Бежеск. Там хотели создать благоустроенную территорию городского сада «Бежеский верх». На территории площадью почти в три гектара хотят благоустроить зону отдыха, которая станет точкой притяжения для 100 тысяч человек. При этом 80 тысяч – жители соседних муниципалитетов, для которых дорога до парка будет занимать не больше часа. Проектом предусмотрены арт-зоны, зоны тихого отдыха, ботанический сад. На Алии Славы – скульптуру известных людей, чья история неразрывно связана с Бежеском. Николай Гумилёв, Анна Ахматова и оперного певца Алексея Иванова. Очень интересные проекты. Совершенно разные все, в том числе и Бежеский. Это очень интересно посмотреть к новым подходам. Сегодня, когда мы видим, например, европейские проекты, так называемые проекты приспособления адаптации исторических зданий уже к новой инфраструктуре, то как раз в этих проектах, которые в 2020 году будут поданы, они уже прошли нашу региональную экспертизу, использованы именно опыт этих некоммерческих организаций, которые помогали создать эти проекты с учетом исторического прошлого этих малых городов и с уже современными требованиями, которые предъявляются к развитию, к инфраструктуре, к коммуникациям на территории Российской Федерации. Центры будут создавать на основе некоммерческих организаций. Средства на обеспечение и их функционирование будут предоставляться из областного бюджета. На данный момент глава региона поручил Министерству экономического развития области доработать документ в части уточнения критериев отбора получателей субсидий.